Приветствую! Нет, так хуже. Как космические корабли браздят просторы космоса, так и это коротенько браздит просторы вашего фида. И таки да, это коротенько на... Игру Эндера! Игра Эндера в первую очередь была основана на романе Орсона Скотта Карда в зранре научной фантастики. В свою очередь книга была написана в 1985 году, в те времена стала бестселлером, покорила огромное количество критиков. И в те времена у подростков эта книга была кинейзерским фетишем, а-ля сейчас сумерки или голодные игры. И в этом кроется основная проблема. Фильм актуален именно для 80-х, ибо сейчас ничего сверхгениального или инноваторского истории себя не представляет, а фильм-то и подавно. Причем видно, что режиссер Гевин Худ боялся экспериментировать и вносить что-то свое. Он придерживался строго книги и получилось на выходе довольно уныло. Но, как обычно, обо всем по порядку. Начнем с плюсов. Плюсы. Визуал. Уж стоит признать, что визуал и стилистика у фильма довольно стильные. Фильм слеплен какой-то одинаковый и пропорциональный гамме. Никакой мешанины нет, перебора тоже нет, но при этом все выглядит весьма дорого. Хоть и космическими красотами после таких фильмов, как Тор-2 и Гравитация, этот фильм не удивит вас. Второй плюс. Вечная тема взаимоотношения подростков. Даже на фоне космических войн и фантасмагоричности тема соперничества или взаимоотношения детей здесь показана во всей красе. Со своими изъянами и неким юмором. Даже прозвучала шуточка из темы про твою мамашу. Так именно со стороны социальной драмы история показана весьма неплохо. Ну и третий плюс. Саундтрек. Стив Яблонский поработал на славу. Музыка в фильме безумно красивая и эпичная. Во многих местах просто пробирает до мурашек. За что ему огромное спасибо. И его саунд помогает вписаться во всю эту стилистику. Ну и как ни странно на этом плюсы заканчиваются. А дальше идут минусы. Первый минус. Сюжет. Он произрастает из разряда ни о чем. Да, раньше на земле была жесткая и страшная война с некими жуками. Жукерами. Да, есть угроза того, что они нападут на землю снова. Да, надо собрать достойнейших подростков, способные дать им отпор. Да, среди них находится некий избранный, то бишь Эндер. Но дальше история ни черта не развивается. Название книги и фильма не лукавит. Это действительно игра. А если быть точнее, тренировка. То есть весь фильм героя тренируется к этой войне. Иными словами, нас подогревает к чему-то большему. К эпичной войне. К эпичной истории. Которые появятся лишь в сиквелах. А вероятность того, что мы их увидим на больших экранах, крайне мала. Ибо я сомневаюсь, что данный фильм привлечет огромную аудиторию. В нем нет того, за что можно зацепиться. И обрывается кино формально на полусловие. То есть фильм даже не кажется сплоченной и завершенной историей. Второй минус. Эндер. О пареньке Эйси Баттерфильде из Хранители Времени я скажу позднее. А сейчас я имею ввиду именно самого персонажа. Мало то, что он пресный и скучный, да и неприличие. Да и плюс я так и не понял, за фильм в чем его сила. Объясню попонятней. Эндер попадает в стычку с хулиганами. Неизвестным образом оказывается, что за ним следит Харрисон Форд. И вне зависимости, как герой поступит, он всегда будет говорить одно и то же. Он нам нужен. Он избранный. Он не такой, как все. Но я так и не понял, почему он не такой, как все. Что в нем такого особенного? Он обычный ребенок. Например, Форд и его помощница Виола Дэвис наблюдает за Эндером, как он играет в видеоигру. Ибо, как объясняет этот полковник, игры развивают стратегическое мышление. По ним можно понять, с каким ребенком мы имеем дело. Естественно, лучше всех в видеоигры играет Эндер. А значит, что? Он не такой, как все. Он отлично играет в видеоигры. И так из-за любой чуши. Форд фильм это повторяет раз десять. И в какой-то момент он достигает такой точки апофеозного бреда, что зал просто начинает не знача и ржать. Допустим, я вздумал поиграть, например, ну, в Angry Birds. Многие кидают птичек в верхнем направлении, дабы заработать побольше очков, а я кидаю в нижнем. И тут внезапно... Он швыряется птичками не так, как все. Он избранный. Он нам нужен. Он не облизывает обертку от йогурта. Он не такой, как все. Он спасет человечество. Он сначала просовывает руку в левую руку, а все остальные в правой. Он избранный. Он нам нужен. Отцепись от меня. То есть да, Эндеровский культ мне непонятен. Следующий минус это, как ни удивительно, актеры. Такие мастодонты, как Виола Дэвис, Бен Кингс, Ли Харрисон Форд здесь присутствуют чисто ради галочки. Глаза которых в кадре требуют лишь поскорее им выписать чек и свалить из этого кино. Да и то они как-то не вписываются в свои роли. Насчет молодняка в центральных ролях у нас здесь лишь Хэлли Стейтфилд и Аза Баттерфилд. Первая, то бишь девчонка из железной хватки, ничего выдающегося в его фильме не показала. А Баттерфилд полный мискаст. Парень необаятельный, скучный, невыразительный. Пару вообще мне какого-то робота напоминает. И уж чего-чего, но это точно не герой некой долгоиграющей или там эпичной франшизы. И собственно на этом все. На выходе игра Эндера очень посредственный фильм. Толком логически незавершенный, с пресноватым сюжетом, вяло сыгранными актерами, сухо снятым, который опоздал лет этак на 15. Но с неплохой социальной проблемой, отличной стилистикой и шикарным саундтреком. Я ставлю фильму 6 из 10. Я готов поставить сотку на то, что хита из этого не выйдет. Это было коротенько на игру Эндера. Спасибо за внимание. Вступайте в группу. Ну и короткосоветники Ридли Скотта. Такие вот дела и всем пока. Он рыжий, он не такой как все. Он из... Заткнись! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин